Привет, друзья! Я так благодарен там участнику нашей школы, который написал, как хорошо вы придумали, типа того, что игра в Бога. Я там написал в комменте, что я так рисковал, когда я писал эту фразу, игра в Бога, создавая закрытую группу, а теперь я доволен, что я преодолел страх и всё-таки написал это. И вот, оказывается, мы на одной волне, потому что на самом деле играть в чёрту не надо, играть в Бога, в Творца играть, конечно, потому что у нас есть два пути в жизни. Один путь – это адовые муки, это адовые муки, чтобы попасть в рай, что нельзя делать, заповеди, что нельзя делать, так не сиди, так не ходи, так не ешь, делай вот так, делай вот так. Это трудный путь. А есть райский путь. Вот эта игра в Бога – это как раз-таки райский путь, когда ты делаешь только то, что тебе максимально приятно, максимально просто, и ты, оказывается, через действия, которые тебе максимально простые и приятные, это как раз-таки то, что синхронно твоему состоянию индивидуальному в момент применения этих действий. Это путь к себе, путь через свободу. Это как раз-таки именно самоосознание, самопостижение, чтобы в результате подбора этих действий, которые тебе синхронны, в резонансе с тобой, приятных действий, райским путём ты идёшь, ты как раз и попадаешь в рай. Есть два пути – трудный и приятный. Приятный райский путь, где нет этих адовых мук, насилие над собой, переделывание себя, подстраивание под что-то. А есть такой, когда ты идёшь по пути приятному райскому. Два пути. Но для этого надо знать, как туда прийти, как подобрать эти действия, потому что большой труд, большой труд заключается в этом пути, вот как раз-таки в райском пути, а именно в том, чтобы подобрать именно те приятные действия. Это же думать надо, это же искать надо, как подобрать именно самые простые действия, потому что мы все так уже обучены преодолевать, преодолевать. Да чтобы лучше преодолевать, как раз-таки надо быстрее восстанавливаться, набирать силы. Да, набирать силы – это как раз-таки райский путь. Ну, я говорю все эти слова условно, как метафоры, но я надеюсь, вы понимаете, только фанатик может не понять, когда говорят фигурально, метафорами, и когда говорят предметно, конкретно. Поэтому я рисковал, но написал, потому что фанатики, бог с ними, их лечить надо. Они везде есть, а я для людей, понимающих, мыслящих не только предметно буквально, но и абстрактно, потому что мы занимаемся развитием мышления. До встречи, друзья! Не забудьте, у нас скоро вебинар «21 час четверг». Очень важный вебинар, полезный для всех и каждого. До встречи!